Ташкентский пансионат Попасть в этот дом не так-то легко. Для этого необходимы десятки справок и разрешения. В последнее время одних бумаг стало недостаточно. Теперь уже нужны связи. Здесь ж не постояльцы говорят, что пенсионеров, желающих переселяться в пансионат, стало намного больше. В эту гавань их манит уход и общение, но и здесь хватает проблем. С одной стороны супер, а с другой стороны врач, вот уже никакой день, она не приходит. Ей медсестры говорят, терапевты, вот он говорит, после инфаркта у него сахар, надо его как-то отфлевать или что. Она, ага, и все. С другой стороны праздники, каждый день концерты. Здешние жильцы делятся, что нынче тут стало плохо. На руки они получают только десятую часть от своей мизерной пенсии. 90% забирает себе пансионат. Еда однообразная, кушать хочется постоянно, а на продукты питания денег не остается. Каждому человеку хочется, вот скажем, что за покушать такое, ну, не то, что нам дают. Еда практически однообразная. Вот, а на эти деньги, которые на 10%, конечно, много лекарств не купишь. А состояние всех нас, стариков, все же здоровье уже подношенное. Прожили тяжелые годы, и войну, и после войны, и недостаток. Ну, много у нас в жизни было, работали всю жизнь. Сейчас, конечно, хочется, чтобы было полегче. Постояльцы, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах, просят о помощи. В момент отчаяния старики сетуют, что государству не до них. Приходится надеяться только на меценатов. Я пенсию сейчас перечисляю на пансионат. Я не могу купить себе дорогостоящие лекарства. Тут лекарств таких не хватает, нету. Есть просто какие-то лекарства дешевые. Ну, а хороших лекарств нет, а чтобы купить, нужно деньги. Поэтому обращаюсь к спонсорам, банкинам, бизнесменам, коммерсантам, хорошим, долгим людям. Если смогут помочь, пожалуйста, я не откажусь от этой помощи. Заранее за все благодарен. В Узбекистане, между тем, желающих переселиться в пансионаты меньше не становится. Проблемы с экономикой и трудоустройством заставляют людей навсегда покидать страну. Как показывает практика, часто молодые граждане, не желая применять себя на новом месте, оставляют своих родственников на попечение государству. Оно не всегда в состоянии подарить пенсионерам достойную старость.